Вот этим отличается. Ну а пока правительству нужно думать, чем заполнять казну. Какие еще источники доходов есть? На что вы рассчитываете? Ну, вы знаете, в целом... Как бы налоговая политика строится? В целом, конечно, важнейшее решение этого 2010 года – это повышение пенсии. Пенсии должны выйти в средней пенсии за 8,5 тысяч рублей. Значит, какие-то пенсии будут и за 12, и за 14 выходить. Ну, какие-то будут оставаться там, где это социальные пенсии, где недостаточно трудового стажа, они будут существенно меньше. Тем не менее, средняя 8,5 – это неплохой шаг, но он требует и соответствующей платы за это. И в этой связи с 1 января повышаются страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Это поможет и пенсионной системе, и модернизации здравоохранения, но за это придется заплатить и нашим предприятиям. Поэтому вот такой источник пока тоже приходится использовать. Будут подняты акцизы на алкоголь, на табак, на бензин, на газ, на нефть, НДПИ на газ и на нефть. Пока и нам таким приходится пользоваться источником. Но в перспективе мы, конечно, считаем, что будет просто уверенно каждый год расти общий валовый внутренний продукт, то есть расти экономика. Примерно 4% в год. Но вот это будет и создавать другие дополнительные возможности. И по мере роста, вот каждый год по вот этому чуть-чуть росту 4% будет увеличивать доходы нашего бюджета. Поэтому мы за счет этого и собираемся, главные наши усилия. По мере роста налогов вы встречаете все более активное сопротивление в разных ведомствах. Не боитесь навлекать на себе гнев? Вы знаете, что в Министерстве финансов есть целый ряд предложений, как можно было бы уменьшить повышение налогов или в будущем их избежать. Это требует определенных мер, связанных, например, с повышением пенсионного возраста. Но не все готовы к этому. То есть это означает, что можно было бы идти и не по направлению повышения налогов. Например, как пошли во Франции. Пошли по пути повышения пенсионного возраста, но не повышение налогов. А все видели, как вышли люди на улицу после этого. Поэтому, но тем не менее, весь бизнес, наоборот, поддерживал вот это решение. Вот во Франции оно было поддержано парламентом, потому что большинство общества было за это решение. На улицы вышло меньшинство. Вот в чем дело-то. И как бы оно не громко и ясно заявило свою позицию, важно, чтобы эта позиция была услышана, чтобы была возможность ее высказана. Но общество склонилось к другому мнению. И поэтому депутаты не против своих избирателей голосовали. Они голосовали как раз за большинство своих избирателей. А большинство избирателей, прежде всего, малый бизнес, средний класс, крупный бизнес, состоял за повышение пенсионного возраста. И в этой связи, это как раз пример, когда выбирают между повышением налогов или изменением каких-то параметров социальной поддержки. Но это одна только причина. Но я, конечно, также хочу сказать, что пока что мы еще имели возможность увеличивать налоговую нагрузку. У нас налоговая нагрузка одна из самых низких в Европе. Если убрать добычу нефти и газа, где платятся специальные налоги, они как бы носят рентный характер, такие налоги, как налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины, нет в других странах. В этом смысле, если их убрать, то уровень налоговой нагрузки у нас один из самых низких в Европе. И даже после повышения страховых взносов он остается одним из самых низких в Европе. То есть ниже в среднем ведущих стран Европы. Повышение всегда неприятно. Приятнее всегда снижение. Но даже на этом уровне мы остаемся конкурентоспособными. Мы не существенно ухудшаем свое положение в отношении других стран и бизнеса других стран. Бизнес других стран находится в условиях еще большей налоговой нагрузки. Но впредь, в будущем, я считаю, что основные ставки налогов повышать не стоит. Но еще главное, чтобы этого налогового потенциала хватило до 2030 года. До этого времени планируется растянуть историю с повышением пенсионного возраста. Ну да. У нас пока решение на этот счет не принималось по повышению пенсионного возраста. Есть и другие меры оптимизации государственных расходов. Вы, в частности, говорили об эффективном администрировании, об эффективном использовании тех возможностей, которые на сегодняшний день существуют и у бизнеса, и у государственных предприятий. Да. Наша задача сейчас, главные резервы, видеть не в повышении налогов, не в повышении расходов даже, а в использовании тех же объемов ресурсов, но с большей эффективностью. То есть с каждого рубля, с каждой копейки получать больше. Больше услуг, больше, чтобы на эти деньги можно было купить товаров. И мы видим такие возможности. Разработана программа повышения эффективности государственных расходов. Мы собираемся выполнять все те же государственные услуги меньшим числом. Во-первых, чиновников сократится за три года на 20%. Кроме того, мы, видите сейчас, какую большую работу проводим по ценам на отдельные товары. И мы выявляем вот этих посредников, которые присваивают средства, ничего не вкладывая в этот товар. И выясняется на примере тех вот уже процессов, которые прошли, и проверок, что стоимость оборудования, покупаемой для государственных нужд, могла бы быть на 20, на 30, а где-то и на 50% ниже. Соответственно, мы за те же деньги можем купить больше и медицинского оборудования, и оборудования для науки, и больше построить дорог, больше километров дорог построить за те же деньги. Вот на этом сейчас очень серьезно сконцентрирована наша работа. Но повышение программы и улучшение эффективности также связано с тем, мы должны определять, что вообще государство должно делать. Должно ли оно подменять частный бизнес. Мы очень много в период кризиса вкладывали в частные предприятия. Ну, вот поддержка Автоваза и Маша тоже пример. А поддержка крупных компаний в области оборонного комплекса – это пример того, где государство вкладывало в частный бизнес, или в полугосударственный бизнес. Мы должны в меньшей степени этим заниматься, в большей степени это должны на себя взять рынок, частные инвестиции. Тогда у нас опять же будет меньше расходов, и мы их потратим с большей выгодой. И здесь важный вопрос тогда сразу возникает об инвестиционном климате в России. Удалось ли, во-первых, каковы сейчас инвестиции в страну, и удается ли менять качество инвестора, вот от спекулянтов с короткими деньгами, до тех, кто приходит вкладываться всерьез и надолго в нас. Инвестиции в этом году растут, и чуть больше даже, чем мы ожидали. В целом, мы видим благоприятный рост инвестиций. С точки зрения даже иностранных инвестиций – это тоже немаленькая сумма – 40 миллиардов долларов. Но спекулятивные инвестиции, которые приходят на фондовый рынок, в какие-то активы, а потом быстро уходят, еще пока тоже нас могут беспокоить, но не в такой степени, как другие страны. Наше направление на снижение инфляции, низкие ставки Центрального банка, по сравнению даже с нашими странами, сопоставимыми, как с Бразилией, показало, что поэтому спекулятивного капитала в нашу страну притекает меньше, чем в другие страны. Пока нас эта проблема беспокоит, но не сильно. Она была более острой до кризиса. Поэтому, как первый год после кризиса, я считаю, что инвестиционная ситуация неплохая. Больше всего беспокоит инвесторов качество судебной системы, споры, которые в сфере бизнеса существуют, споры, в том числе, и с государством, будь то налогом, будь то другим мерам регулирования. И вот объективность, качество этого арбитража, всегда желание справедливости, и быть уверенным в этой справедливости, это важнейший фактор для доверия и инвестиций. Поэтому вот это в первую очередь. Работа правоохранительных органов, работа государства по администрированию своих решений, начиная от разрешения на строительство и земельный участок, до выдачи лицензии на любой вид деятельности. Вот эти все факторы, конечно, недостаточно еще развиты в России и есть препятствия для бизнеса. Ну вот, снимать обеспокоенность инвесторов и, наоборот, повышать их доверие, мы традиционно пытаемся с помощью многочисленных форумов, которые проходят у нас в течение года в разных городах России. Вы, по-моему, являетесь председателем оргкомитета Красноярского форума экономического, который пройдет в ближайшее время. Кто там ожидается и какие будут основные вопросы на повестке? Вы знаете, вот такие форумы – это как раз место, где мы должны разговаривать с бизнесом и услышать бизнес. Поэтому специально в все круглые столы, в пленарное заседание форума ставятся представители крупного, среднего и малого бизнеса. Они должны быть услышаны. Они должны быть услышаны, и будь то через средства массовой информации, через специальные решения и рекомендации такого форума. И вот готовность следовать этим рекомендациям, слышать друг друга – это один из методов повышения прозрачности государственной системы, ее регулирования. Я думаю, что после Красноярского форума, который пройдет в феврале, мы услышим ряд идей, которые государство готово будет принять. И сейчас рабочие группы по подготовке этого форума уже работают с бизнесом, проводятся опросы, готовятся идеи. Даже то, что, будь то деловая Россия, опора, РСПП готовят, мы решили там тоже проанализировать к моменту форума, там это обсудить, и после этого форума что-то использовать. Поэтому думаю, что форум пройдет результативно. Ну и последний вопрос тогда, Алексей Леонидович, макроэкономические ожидания основные в следующем году. Думаю, что рост будет умеренный около 4%. Инфляция будет снижаться и будет ниже, чем в этом году. Мы оцениваем около 7%. Дефицит бюджета будет сокращаться и будет в следующем году около 3%. Кроме того, ставки на рынки будут снижаться, и бизнес это тоже почувствует. В этом смысле кредитование экономики будет расти. Даже уже в этом году оно восстановилось и составит около 13% прирост кредитов реальному сектору на развитие, на модернизацию. В следующем году, я думаю, что это будет не меньше, чем 13%, может быть, даже больше. Вот это ключевые моменты, которые позволят России постепенно выходить и отряхиваться от периода кризиса. Мы говорили, что к концу 2012 года мы сумеем выйти на ВВП уровне докризисного. Вот сейчас, при подведении итогов этого года, у меня есть уже оптимизм, что, может быть, к концу 2011 года мы выйдем на уровень докризисного влога. Вы это считали вместе с Минэкономразвитией? Или кто-то из вас лучше считает? Нет, в данном случае по уровню ВВП вместе с Минэкономразвитией. Алексей Леонидович, с Новым годом вас! Ваши поздравления телезрителям! Я бы хотел всех телезрителей нашей страны поздравить с Новым годом, пожелать успехов и в бизнесе, и в своей работе, больше радости в семьях, чтобы мы все больше забывали про кризис и больше думали о новом развитии, о новых достижениях.